Невероятно! А вы знали, что самое маленькое растение в мире с самым маленьким цветком занесено в книгу рекордов Гиннесса и называется Вольфия бескорневая? Ее цветы увидеть очень сложно, их никто не дарит и не ощущает их запах. Это малюсенькое растение напоминает шарики, которые плавают на поверхности воды и питаются растворенными в ней веществами. Диаметр зеленых, похожих на эллипс, пластинок от 0,1 мм до 1 мм. А весит это растение всего лишь как две крупинки соли. Без увеличительного стекла ее рассмотреть невозможно. Нужно набрать 5000 таких цветочков, чтобы заполнить ими обычный наперсток. Растет Вольфия в тропических лесах Африки, но встречается также и в озерах и болотах других частей света. Она относится к роду водных однодольных растений, к семейству рясовых. Название получила в честь Йохана Вольфа, немецкого ботаника и энтомолога, который первым описал Вольфию. У нее нет ни стеблей, ни листьев, есть только крошечные цветы с тычинкой и пестиком. Вольфия очень быстро размножается. Через 30-36 часов из двух цветков уже становится 4. Оряска не боится ни холодной зимы, ни жаркого лета. Она накапливает крахмал к концу осени и при понижении температуры опускается на дно, где и пережидает зиму. Но если Вольфия оказывается без воды, то гибнет в течение двух часов. Вольфия любит стоячую воду, в неподходящих условиях не размножается. Проточная вода для нее губительна. Вольфия очень полезна для человека. В ней много аминокислот, кальция, магния, цинка, витамина В12, белка и крахмала. Именно поэтому фрукты Вольфии шаровидной культивируют в Юго-Восточной Азии. И этот фрукт считают обильным источником еды, так как Вольфия очень быстро размножается. На вкус Вольфия похожа на жируху. И урожай можно собирать каждые три дня. Это микрорастение также считается большим источником энергии. Если использовать его в качестве биотоплива, то оно было бы углеродно-нейтральным, так как оно извлекает углекислый газ из атмосферы. Кроме этого, данное растение можно использовать для фитрации воды, уравновешивая уровни фосфора и азота. Еще одна польза Вольфии – это ее возможность сокращать уровень кадмия и мышьяка в окружающей среде. Ариаска питаются растительноядные рыбы, улитки, лягушки. Она содержит до 40% белка. Ее можно по содержанию белка приравнять к бобовым. И благодаря тому, что она за сутки увеличивается вдвое в количестве, не требует от садовника больших усилий для своего выращивания, ряску культивируют не только для рыб, но и как зеленый корм для скота. Также ученые рассматривают Вольфию как возможный источник еды и энергии для долгосрочных космических путешествий. Субтитры создавал DimaTorzok